Вы слушаете радио Болткома Утро на Болткоме Выкачивание Гудрона Возникли правые аспекты Изначально право по конкурсу Заниматься этим было предоставлено Сконта Бувы, известной компанией Но потом произошел конфликт Сейчас обо всем этом поговорим с нашим экспертом У нас на прямой связи Да, у нас на прямой связи Член правления Сконта Бувы Юрис Петерсон Доброе утро Связь установлена, прекрасно Начнем с позитивной новости Самое вот это токсичное место в Латвии Инчукалнские так называемые гудронные пруды Они наконец санированы Причем Так пока не утверждается Прошло 35 лет С момента закрытия хранилища опасных отходов А туда свозились они со всей Латвии Как известно И что сейчас происходит В чем проблема Тут бы жить и радоваться Наконец-то экология восстанавливается И лес там может вырасти На части этих бывших прудов Господин Петерсон Конечно Мы все рады Что это наконец-то закончилось Это вся история И значит Окружающая среда Спасена Но К сожалению Значит Не все так хорошо Как для Окружающей среды Да Но для нашей компании Нет Потому что Мы судимся С заказчиком У нас У нас Длинный процесс Это с 15-го года Вот Вот и Вот и вся история Почему вы Судитесь Если можно Потому что Ну те кто следили За новостями Помнят что Изначально Именно Сконта Бувы Получил Вот этот вот Заказ На Санацию На выкачивание Гудрона Вы уже приступили К работе Потом Произошел конфликт Ну буквально Напомните В нескольких словах Освежите в памяти Нашим радиослушателям Что же все таки Произошло И суммы Потому что там Речь идет О десятках миллионов Причем это Европейское финансирование И Латвия может Его потерять И еще заплатить Неустойку Конечно Короткая история Всего Значит В 2010 году Это уже Давным-давно Был конкурс В котором Международный Конкурс Это был По очищению Сконта Бувы Участвовала Вместе Со своим Подрядчиком Из Германии Который Который Несколько Таких Гудроновых Крудов Очистил И Начали Мы работать Ну С первопроектной Работы Потом Когда началась Работа На Участке Оказалось Что Состав Гудрона Не совсем Такой Как Как было Сказано В конкурсе Но надо Отметить Что В течение Самого Конкурса Участникам Не разрешалось Никак Взять Своими Руками Пробы И Отдать Своим Лабораториям Ну Вот Значит Гудрон Не такой Не такого Состава Потом Потом Значит Мы долго Долго Обсуждали Заказчик Тоже Не смог Это Как-то Объяснить Ну И Наконец-то В тринадцатом Году Они Заказчик Подключил Такой Организацию Джаспер Это Организация В переводе Это значит Joint Assistance To Support Projects in European Region Это называется Что Организации Которые Помогают Восточно-Европейским Государствам Как раз В больших Сложных Проектах Где Подключено Европейское Финансирование И тогда Специалисты Джасперса Значит Ознакомились И Примерно Год работали И В четырнадцатом Году Не заключили Допсоглашение На то Что значит Гудрон Ну Вообще Это уже не Гудрон Это То что Там все Значит Химические Вещества Попали туда Заключили Допсоглашение И мы Продолжили Работать И Весной Пятнадцатого Года Мы С Контробув Вместе Со своим Немецким Подрядчиком Значит Уже Вычистили Тот Объем Который Был Задан В конкурсе И в нашем Догубе Ну Оказалось Что это Не совсем Весь Объем Который Еще В пруду Ну И тогда Вот и начались Наши споры Заказчикам Что же Все-таки Что же Надо делать Заказчик Утверждает То что Мы дали Вам В конкурсе Это не Имеет Никакого Значения Вы Должны Вычистить Эту сумму Все Ну Надо Отметить Что это Действительно Суммы Большие Они там Десятками Тысяч Миллионов То есть Тогда Когда мы Заключили Наше Последнее Допс Соглашение Это Это уже Была Сумма 35 Миллионов Евро Неплохо Да Ну Неплохо Но Могу Сказать Что пошло Потом Дальше Заказчик Все таки Померил Сам Сколько же Осталось В пруду И оказалось Что Мы Вычистили Две трети От общего Объема Ну То есть Одну треть Заказчик Нам Не дал В конкурсе Если Если было бы Дано Правильный Объем Естественно Мы посчитали И это И все Не закончилось Быть Так Как Это Сейчас В данный Момент Скажите Вот Ходили Разные Слухи Когда Произошел Этот Конфликт Что На самом Деле Точно Установить Сколько Жи Там Вот Этого Гудрона И Других Разных Химических Примесей Вообще Не Представляется Возможно Ну Все таки Методы Какие То Имеются Но Тут И Видно Что Заказчик Его Компетенции К сожалению В начале Когда Он Организовал Конкурс Ну Были Недостаточно Можно Сказать О том Что Вы Были Введены В Заблуждение Заказчиков Я Четко Хочу Это Заявить Что Мы Как Вы Сказали Самая Правильная Формулировка При этом Давайте Отметим Что В качестве Заказчика Выступает Государственная Служба Окружающей Среды То есть Люди Которые Должны Разбираться А тут Получается Ты Выигрываешь Конкурс На Определенную Услуги Потом Оказывается Что И сумма Не та И услуга Должна Быть Другой И объем Те Кто Как бы Занимался Вот этим После Вас Есть ли У вас Информация Были ли Изменены Вот эти Условия Может быть Что-то Валс Видос Двенос Поправил Исправил Свои ошибки И так далее Или все Продолжалось Вот они Фактически Переняли Вот эти Старые Условия И вперед Ну Я не знаю Какой У них Был договор Да Нам Нам Вообще Тогда Запретили Мы тоже Хотели Мы же Мы работали Мы знаем Мы Там Устроили Всю Всю Технологию Как бы Я думаю Проще всего Было бы С нами Договориться И нам Продолжить Работать Но К сожалению Там Было Принято Другое Решение Ну Ну Так Ну Конечно Хорошо Что Все Вычислено Это Хорошо Но Есть ли Какие-то Прогнозы По тому Как долго Будет Происходить Судебный Процесс Понятно Что пандемия Видимо Тоже Несла Свои Коррективы Это Вообще Будут Какие-то Слушания Или Это Будет В письменной Форме Как Это Все Будет Происходить Ну Это Я думаю Что Будет Вкусное На данный Момент Это Отдаленно Идет Но Следующее Наше Заседание Будет В сентября Ну Тогда И видно Будет Как Это А что Говорят Ваши Немецкие Партнеры Есть Какая-то Информация Ну Что Немецкие Партнеры Немецким Партнерам Мы Конечно Заплатили Всю Сумму Хотя Нам Заказчик Ничего Не платил Ну Что Они Обидно Обидно Что Так Происходит Ну Что Поделать И Какую Сумму Вы Планируете Ну Планируете Вы Хотите Отсудить У Государства Да Мы Хотим Отсудить Сейчас 20 Миллионов То есть В принципе Это Еще 20 Миллионов Плюс К удорожанию Этого Проекта Ну Так Так Ну То есть 35 Плюс Еще 20 А При этом Латвия Может Потерять Европейское Финансирование Если Я Правильно Понимаю Ну Есть Так Риск Были Попытки Со Стороны Ваус Видес Денес Как-то Пойти Не знаю На мировое Соглашение О чем-то Договориться Или Серии Они Решили Суд Так Суд Ну На данный Момент Судебный Процесс Понятно Ну что ж Посмотрим Чем Это Дальше Закончится Есть Позитивная Новость Связанная С тем Что Все-таки Удалось От Гудон Вы Выключить Да Может быть Еще Такой Момент Тем Не менее У Сконта Был Определенный Опыт Все-таки Теперь Таких Работ Есть Несмотря На все Судебные Тяжбы Есть ли Еще Необходимо С Латвией Заниматься Такими Очистными Или В Инчу Каунс Это Была Самая Проблемная Точка Инчу Каунс Это Конечно Была Самая Точка Как Вы Сказали То есть Это Была Самая Острая Проблема Острая Ну да Оно В общем-то Вполне Официально Называлось Самым Токсичным Местом В Латвии Действительно Очень Хорошо Что Хотя бы Пруды Вычищены Сонированы Ну что Спасибо большое Нашему Гостю На прямой связи Напомню Мы говорили С представителем Ченом правления С Конта Бувы Юрий Спетерсон С нами Судебный Процесс Скорее всего Еще и дальше Будет Следующая Инстанция Так что Посмотрим Как надолго Это все Посмотрим И конечно же Радио Болком И портал Микс Об этом Расскажет Спасибо Юрису Пайдерсон Ну что ж Много чего Обсудили Еще несколько Слов Может быть В завершении Подытоживая Вот наше Сегодняшнее утро Довольно Такое Бурное С множеством Гостей Завтра Завтра Заседание Правительства На котором Как я уже Сказал Такой Очень Острый Вопрос О том Какие Привилегии Если так Можно сказать Будет Предоставлены Детям Которые По большей части У нас Все таки Не вакцинированы Второй Момент Мы надеемся Что будет Выработан Какой-то Алгоритм Видимо Еще не В вторничном Заседании Может В последствии Как будет Происходить Новый Учебный Год Поскольку Все очень Быстро Меняется И Наверное Родители Очень надеются Что школьники Первого Сентября Смогут Вернуться В школу Как это все Будет Организовано Будет ли Там Какие-то Особые Тесты Каждый День Будет ли Частично Удаленное Обучение То есть Я думаю Что тоже Будем Следить За этим Развитием Ситуации И Как я уже Сказал Сегодня Уже Первый День Предварительного Голосования На муниципальных Выборах Основной День 5 июня Таким Вот образом Где-то Уже Шестого Днем Будем Иметь Такой Полный Расклад По этим 39 Самоправлениям Ну а дальше Уже Все начнется Как это Происходило Например В Рижской Думе Во всех Самоправлениях Пока там Новые Думцы Приступят К работе Это будет Обычно Происходить Через Три Недели Ну то есть В июле По существу В июле Приступят К работе В общем Интересный процесс Будем за этим Следить Лето Ожидает быть Жарким Особенно На местах И уже которое Лето Поскольку мы В непрерывных Выборах Аж с 2018 Года Когда были Выборы В СИИМ Помните В 19 Году В мае Были выборы В Ярополаме В 20 Году Неочитные Выборы В Рижскую Думу Сейчас выборы В самоуправлении Следующий год Выборы Следующий год Не станет У нас ожидается Это 23 Год Когда не будет Выборов И 24 Опять выборы В Яропарламент И 25 Выборы Муниципальные Так что Интересно Интересно Только 23 Год Даст нам Передышку Если опять Не распустит Какое-то Самоуправление А мы что-нибудь Придумаем Что-нибудь Другое Выберем Спасибо большое Что касается Программы Радиоболком Тут у нас Звонок Давайте пообщаемся С удовольствием У нас еще есть Даже время На это Доброе утро Доброе утро Такой вопрос Я прозевал Или может быть Было В передаче По поводу Паспортов И даты Последней прививки Там же до полугода Дата Последней прививки Нет-нет Сейчас я Поясню Или паспорт Пролевается Или прививаться Нет-нет-нет На сегодняшний момент Ситуация следующая Мы наверное Может быть Это тоже упустили Во-первых Начинает действовать Как бы все эти Привилегии Бонусы Для вакцинированных Начиная Вот после двух прививок Допустим Еще плюс 14 дней Это начинает действовать Вот эти все Свобода Действует она В течение года Вот с момента Вот наступление После второй прививки То есть Ну я не знаю Если вы второй раз Привились там Не знаю Там 3 июня Да То этот Паспорт Вакцинированно Будет годен До 3 июня В течение года Да Да Следующего года Да Так что целый год Спасибо Да Пожалуйста До 180 дней Нет 180 дней Это для переболевших Не путайте Все Спасибо Да Пожалуйста Да Это говорит о том Что действительно Информация очень важная Будем об этом Еще Говорить Будем об этом Постоянно Говорить Конечно же Что касается Дальнейшего Дальнейшей сетки Так сказать Вещания То следом за нами Программа Добро пожаловаться Сидорка Да Ну все-таки 220 тысяч По существу Смогут В то или иной Скоро получить Эти вот Ковидные паспорта Так что Интерес большой Да Помимо Вечернего Повтора эфира Конечно же На портале Микс Ньюс Как я неоднократно Подчеркивал Появится подробная Инструкция Как регистрироваться На новой Очередной платформе Но теперь Для получения Ковид паспортов Радио Болтком